Фигурное катание И зрители, конечно, сидящие у экранов, не всё понимают. И очень не хочется, чтобы наши зрители апеллировали такими понятиями «упал, не упал, упал плохо», «не упал хорошо». Не очень хорошо понимают, из чего состоит, собственно, оценка, что надо смотреть, на что надо обращать внимание зрителям, в первую очередь, в катании фигуристов, естественно, и чтобы они всё-таки понимали, за что и почему выставляется та или иная оценка. Вот вам слово, пожалуйста, просветите наших зрителей. Да, у нас разные функции. Существует оценивать каждого спортсмена техническая бригада, которая состоит из технического контролёра, технического специалиста и ассистента специалиста. И также существует бригада судей. И функции у них несколько различные. Вот судейская бригада, прежде всего, когда идёт выступление, она оценивает качество исполнения каждого элемента. Причём в короткой произвольной программе есть некоторые отличия. В короткой программе существуют предписанные элементы, которые нужно, необходимо выполнить. Но это касается в основном прыжковых элементов, какое количество оборотов. И если же спортсмен выполняет на один оборот ниже, чем требуемый элемент, то тогда вот так называемая оценка GUE является минус 3. А в произвольной программе уже такого строгого требования нет, только к вращениям по количеству оборотов. И в основном там судят то качество выступления, которое они видят. Причём на что обращают судьи внимание? Они, конечно, обращают внимание, когда судят, они не разлияют это прыжковые элементы, вращение в одиночном катании или шаги. То есть они одинаково оценятся качество исполнения. Причём часто в комментарии мы можем слышать, вот я сама слышала, что комментатор говорит, что вот в руководстве для судей написано, что такая оценка оценивается, ошибка, например, приземление на две ноги, там минус 3, а судьи, вот некоторые ставят минус 2. Это не совсем так, я хотела просто наших зрителей просветить, что это не ошибка судьи, что они не такие плохие, не знают правила. Дело в том, что прежде всего мы оцениваем качество исполнения элемента, заход, все фазы, как в воздухе положение спортсмена, при приземлении и так далее. Какие-то сложности даем бонус, если это очень сложный заход с каких-то таких движений фигурного катания, сложных которых выполнить, или это трудные шаги, и также на выезде элемента, а также все остальные качества. Но вдруг спортсмен, например, приземлился на две ноги. Поэтому я вначале ставлю, например, оценку, учитывая все положительные качества, которые были исполнены в том или ином элементе, ну, например, в прыжком, я, например, ставлю плюс 2, вычитаю минус 3 и минус 1. Также в нашем руководстве есть две стороны, левая сторона и правая. Там перечисляются ошибки в левой стороне, которые при любом финальном жуи, который мы ставим, они должны быть все равно минусовые. Чтобы пояснить для примера, например, скажу, вот такая ошибка, как падение, которую очень часто, вот, комментаторы говорят, вот, он упал, а ему не поставили минус 3. Например, падение, оно всегда во всех элементах минус 3. Но я, например, поставила спортсмену плюс 3. Ну, настолько все было хорошо. Ну, это, может быть, не самый лучший пример. Может быть, на приземлении на две ноги я поставила плюс 2. Но должна вычесть там минус 2. Но 0 я не могу поставить. У меня получается 0, я могу поставить все равно, потому что это ошибка в левой стороне. Тогда она будет всегда минусовая. Вот есть такие разницы. Кроме... Извините, я вас переброшу. Вот по поводу падения, потому что очень многие наши телезрители и комментаторы, не сведущие, может быть, в тонкостях фигурного катания, именно так считают, что вот при сравнении, да, программ... Падение не мешает победе и ни в коем случае не считается чем-то таким фатальным. То есть падение — это обыкновенная небольшая погрешность в исполнении элементов? Потому что получается очень большая сумма. Например, судья. Он, когда судит, у него в мониторе высвечивается, потому что техническая бригада тут же вводит, какой элемент исполнен. По названию элемента, если это прыжковые элементы там или какие-то выбросы, количество там оборотов. Но судейская бригада не получает информации о уровнях сложности элементов. Уровни сложности присуждает техническая бригада, и она не даёт эту информацию для судей. Они её совершенно не видят. А, то есть это абсолютно две как бы разные категории. Вы занимаетесь своим делом, техническая бригада, которая занимается уровнем, вы не знаете вообще по уровню элемента, который дадут. Нет, нет, в том-то и оно, что хорошо. Мы не знаем, мы не можем посмотреть. И если вот некоторые говорят, вот судьи специально какие-то вещи, специально, чтобы они знали. Мы даже не знаем, какой уровень ставит техническая бригада. Поэтому, то есть эта информация нам недоступна. Только доступна после соревнований, мы можем её посмотреть. Поэтому судья, ну как бы в тёмную... То есть вы, как бы так скажем, судья, выставляя оценку, финальную оценку всё равно не знает. Потому что уровень, конечно, на эту оценку влияет. Потому что элементы, которые присутствуют, уровень ещё от базовой оценки данного элемента, например, он там коэффициент 6 и 8. Ещё, но уровень там 1, он там, например, ну, например, 7 и 2 и так далее. Я не беру какой-то конкретный пример, я просто говорю. И поэтому ещё прибавляется. Мы этого... Поэтому, может быть, он упал, но у него была большая сложность элемента. То есть у него уровень там 4 очень много. Кроме того, кроме этого, например, у него средняя оценка по тому элементу, вот этого вот GUE, она может быть положительной. Плюс 2, плюс 3. Поэтому вот кажется, что вот спортсмены очень часто, вот Патрик Чан, всё говорят, вот он там 2 раза упал в прошлом сезоне, а он почему-то у судей всегда получает. Потому что вот не учитывая это падение, все остальные элементы у него, например, были плюс 2, там, может быть, плюс 3. Это всё складывается и получается большая сумма. Кроме того, мы ещё после, когда заканчивается выступление, мы ввели, мы походу сразу выводим вот этот GUE. И можем, конечно, с помощью монитора поставить повтор и посмотреть какие-то ошибки, это скорректировать. И быстро выставляем ещё 5 компонентов. Первый компонент, ну, проще для зрителей я скажу, это техника владения коньком. То есть тоже это больше, конечно, определяет специалист. Насколько спортсмен скользит, делает повороты каких-то элементов, шаги на ребрах, какие они глубокие, чистые. Насколько он использует катание на одной ноге, а не на двух ногах, в различных направлениях, вправо, влево, вперёд, назад и так далее. То есть это смотрит, конечно, тоже специалист и тоже оставляется оценка. Также очень важные вот сейчас программы, особенно в одиночном катании, в парном катании, они стали намного труднее. Потому что как раз эту сторону часто не понимают зрители. Мы оцениваем переходные транзишнсы, так называемые. Это то, что спортсмен выполняет между элементами. Вот часто используются такие элементарные перебежки, беговые шаги между и заходы на элементы. Теперь вся программа усложняется тем, что очень сложно, различные трудно используются шаги, элементы произвольные, движение головой, всем корпусом. Это намного усложняется, чем просто выполнить какой-то элемент. Тем более сложность элементов, она увеличилась. Любых вращений делают, намного вращения улучшились у мужчин, у всех. Не только по уровню сложности, они и по качеству, в общем-то, улучшаются. И в парном катании то же самое происходит. Поэтому это тоже прибавляет оценку. Кто владеет коньком, тот может лучше исполнить различные переходы. Также это презентация. Насколько спортсмен представляет себя, свою программу. Движение, культура, эмоции. Насколько это он внутренне переносит для зрителей, для себя. Если это парное катание между собой. Дальше. И еще представление называется исполнение. То есть насколько качественно эти движения исполняются. Например, какие-то угловатые, немягкие. Мы видим такие очень гибкие, бывают там спортсмены и так далее. Следующая сторона – это хореография, то есть дизайн программы. Насколько постановка интересна, насколько правильно располагаются элементы. Насколько используется какая-то интересная новая хореография в программе. То есть это тоже самое оценит. Поэтому тоже предъявляются к суде определенные требования. Следующая – это интерпретация программы. Очень важно. Насколько спортсмен не просто вот он грамотно поставлен на руки движения, но насколько он чувствует эту музыку и правильно ее. Ну, например, будет музыка, например, «Титаник», «Грустная» и так далее. Мы знаем всю эту историю. И вдруг я сама как-то судила. И спортсменка, открытый рот, улыбается, настолько счастлива. Ну, это замечательно, это хорошо. Но вот сама музыка, которая передается здесь, вот эти эмоции, движения, насколько это в музыку исполняется. Конечно, мы понимаем, что в парном катании, в одиночном катании, когда это усложняется, когда сложные элементы, заходы к ним, это требует огромной концентрации внимания, усилий. Конечно, это тоже сложно сделать, но это как раз в этой оценке и передается. Потому что иногда бывают и определенные акценты. А вот спортсмен не слышит. Также дорожки шагов, всё, мы смотрим, как это исполняется в соответствии с музыкальным исполнением. Насколько вот интересна вот эта интерпретация. И поэтому мы оцениваем ещё вот эти все пять компонентов. Поэтому, как я судья, я тоже не могу предсказать, какой будет результат. Но, конечно, чем лучше владеет техникой элементов, чем лучше владеет техникой искажений, когда он становится свободней в выполнении элементов, насколько вот интересный дизайн там программы, всё, это всё складывается. И плюс складывается работа технической бригады. От этого и выходит. Поэтому трудно теперь сказать, может быть, он упал, но вот вся вот эта вот сумма оценок у него, она такова, высокая. Спасибо, это действительно вот очень интересно. И вопрос ещё такой, за счёт чего сейчас фигурное катание вот может развиваться? Потому что, конечно, все, когда мы перешли на новую, да, вот это выставление оценок, на новую вот эту вот, как бы, да, композицию даже оценок, потому что раз несколько брикад работает, и все друг друга обособлены абсолютно, за счёт чего может развиваться фигурное катание? Давайте вот про этот пресловутый четверной прыжок поговорим, потому что он, с одной стороны, да, нужно его делать, но он отнимает такое количество физических, эмоциональных сил, особенно вот мы сейчас смотрим у современных, да, спортсменов, которые выбивают, так как его делают, стараются сделать в начале программы, и он сделанный или не сделанный может выбить человека из колеи, да, и вся дальнейшая программа может развалиться. Вот что надо всё-таки делать? Нужно ли, не нужно? За счёт чего может, да, вот фигурное катание развиваться, если опасно делать такие сложные прыжки, за которые, да, может быть, базовая стоимость и большая, но за которые можно очень большие штрафы получить? Ну вот я была рефери как раз в мужском катании, где исполняются в основном эти четверные прыжки, сейчас на финале Гран-при. Но перед этим я была как раз техническим контролёром в Японии, тоже в мужском одиночном катании. И я хочу сказать, что очень рада, что виден очень большой прогресс, особенно в мужском одиночном катании, ну и в женском тоже есть определённый. Это не только по исполнению четверных прыжков. Сейчас огромное количество спортсменов во всём мире достаточно стало, которые вот не занимают призовые места, но уже все исполняют четверные прыжки. И не просто исполняют четверные прыжки, хотя они занимают, конечно, больше других усилий, несколько иная техника, чем исполнение там двойных, тройных прыжков. Но это в первую очередь связано с тем, что вот я говорила о таком компоненте, как Transitions, что это все заходы. Программы, что короткая, что произвольная программа, настолько усилиясь именно в том плане, что они исполняются... Вся программа занята. Спортсмен всё время работает ногами, корпусом, руками, головой. Это очень сложно. Движение в различные стороны, а потом из этого движения выйти. И я видела, как, например, в короткой программе обязательно нужно прыжок у мужчин тройной или четверной исполнять шагов. И они должны как можно ближе исполняться в ритм перед отталкиванием. И вы знаете, мы не так много сделали снижение именно на финале. Спортсмены достаточно. Хотя это, конечно, невозможно, трудно сделать. Но даже видели спортсмены, которые четверной прыжок лучше, чем как тройной исполнял... Да, поэтому очень от той Олимпиады, надеюсь, до этой Олимпиады, усилилось не только по количеству оборотов прыжковых элементов. Усилилось и улучшилось это вращение, очень усилились это дорожки шагов. Они не только сложные в техническом плане, они очень интересные, они очень соответствуют музыкальному сопровождению. Настолько оригинальные. Даже в юниорских соревнованиях, я девушек судила, и мы после выступления еще много раз просили показать рефери, потому что получили просто истинное удовольствие. Девушка, которая, не знаю, наверное, 15-е место заняла в Швеции, вот я судила юниорский этап гран-при. Но это было очень интересно. То есть можно видеть, как интересно. Очень развиваются программы. Настолько интересные программы. Некоторые программы, они просто как спектакли. И действительно, представляете, некоторые спортсмены не просто их исполняют, видно, что они работают, вот этот спорт, как заходят на какие-то элементы. Но они настолько некоторые эмоционально уходят. Конечно, многие, бывает, допускают ошибок из-за этого, потому что это просто такое слияние искусства плюс спорта. И плюс не просто спорта, а которые, в общем-то, с экстра сложными элементами. Ну и вот заключительный вопрос тоже по девочкам. Мальчики, все-таки мы смотрим, начали, то есть был момент в фигурном катании несколько лет назад, когда они все перестали исполнять четверной прыжок, боясь получить большие штрафы, да, и не выполняют элемент. Сейчас все-таки мы смотрим, мужское катание в этом плане развивается. Готовы, по-моему, уже и пятерные делать и так далее. То есть настолько, насколько возможно. Что касается девочек, вот мы знаем, да, тот же прыжок 3,5 оборота, аксель, да, но пока выполняет одна маосада. И не всегда удачно. И мы много раз видели, когда за это ее, в общем, рефери, судьи серьезно наказывают. Стоит ли девочкам все-таки вот идти в это тоже техническое развитие? Будет ли оцениваться все-таки этот риск? Я думаю, что риск, конечно, этот будет оцениваться. Дело в том, что тоже нельзя сказать, что нету прогресса. В юниорском спорте женском, то есть в девушках, совершенно огромный прогресс, потому что они выполняют каскады 3-3, а это тоже очень сложно, причем любых элементов. У них очень интересные вращения, сложные, красивые, оригинальные. И также дорожки шагов, то есть тоже идет прогресс. Да, действительно, они отстают, может быть, пока в исполнении четверных прыжков, но история фигурного кота не показывала. Я сама видела, когда многие спортсменки, причем даже наши, на тренировках, исполняли и четверные прыжки. Другое дело, это сложно, конечно, исполнить на соревнованиях. И тройной аксель я судила, и на Олимпийских играх, когда судила девушек в Олибервилле, тоже были попытки исполнения тройного акселя. Но, в принципе, я думаю, что вот из-за чего четверные, например, прыжки вначале не стали исполнять, потому что можно было набрать большую сумму и без четверных прыжков. Но и когда мы перешли и стали очень внимательно, может быть, это было правильное решение, а то, что делает спортсмен между элементами, чтобы вот как раз принести не только сложность, но и интерес для публики, для искусства, когда это действительно уже как бы за грани, не просто с обыкновенного, там просто разбега, разбежался, прыгнул, разбежался, сделал вращение. А когда это со сложных шагов, интересных вещей, то это тоже очень сложно. Поэтому вот нужно было какое-то время, чтобы спортсмены могли перейти, и это очень большая техническая работа, потому что новичков-то так не учат сразу исполнение. А сейчас мы можем смотреть и нью-йоркское катание, и очень приятно, и что уже маленьких спортсменов уже вся программа насыщена. То есть идет, конечно, улучшение, совершенствование и развитие вида спорта. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем будет намного интереснее. Ну, Жош, спасибо огромное, действительно, за такой содержательный рассказ. Надеюсь, что наши телезрители все-таки теперь будут понимать, на что обращать внимание в парном катании, в одиночном катании у мужчин и женщин. И будут смотреть не только на прыжки и падения, а все-таки еще больше обращать внимание на то, что происходит между, ну и на образ спортсменов. Спасибо, Мариночка, огромное.